я конечно очень переживал по миллиону причин одно произведение в течение всего вечера обычно у меня шесть-семь рассказов и зритель ему понравится все может понравиться один ну неважно тут все а плюс ну достаточно резкие высказывания суждения не гендерной темы не отношения а общественно-политическая сатира давно хотел потроллить окружающую действительность и диктатуру политкорректности и хейтеров и вот эти пиар-технологии и увлечение людьми эзотерикой сегодня как в начале 20 века это настолько пронизалось наше общество каждая вторая девушка ходит какой-нибудь колдунья привораживает отвораживает выясняется что я этим занимаются люди с высшим техническим образованием иногда ну мне очень маленький человек и человек сам по себе маленький не смысле плохой или небольшой внутри большого государства мне интересен был я же сам в том числе маленький человек мне захотелось противопоставить это маленького человека большим людям что из этого выйдет мне удалось много чего написать хорошего как мне кажется зритель скажет хороший нет по крайней мере тот случай когда я считаю что это неплохо и что радует это сначала не получалось сначала писалось плохо если бы не было времени большого на написание это так бы и ушло в плохом состоянии а когда у тебя еще два месяца есть ну еще напишешь еще поправишь то есть я никогда так много не редактировал какой-то мне кажется это не случайно это некий закономерный этап развития цивилизации не самый приятный потому что ну мы резко сдали свои свободы мы все боялись что вернемся в ссср когда нельзя будет никуда ездить вот пожалуйста никуда нельзя есть адаптивность адаптивность мгновенная перестройка под новой реалии часто очень в россии после периода стабильности наступает нестабильность когда ушел брежнев и начался кавардак но сегодня такие локальные 90-е происходит регулярно в жизни каждого из нас потому что ну ковид для кого-то тоже был 90 бизнес закрылся непонятно что делать ты должен уметь регулярно перестраивать себя под новое время не ждать что оно закончится встраиваться в новое у нас дико неравенство большое количество людей живущих ужасающих условиях а сеть показывает как живут все остальные ты с утра заходишь и смотришь что какой-нибудь там девица в москве выложил завтрак стоимость твоей месячной зарплаты но ты хочешь не хочешь начнешь ненавидеть окружающую действительность это вопрос общечеловеческие неравенство она может загубить цивилизацией хейт это всего лишь попытка получить от тебя немножечко энергии не более того и я просто блокирую все без разбора не неинтересно читать про себя как только ты перестаешь это читать это постепенно перестает появляться потому что для региона важно чтобы в регионе были оппозиционные средства массовой информации или люди потому что это сигнальная система это иммунитет как глава региона будет знать что не что-то не так а потом когда будет что-то не так его снимут из москвы позвониться чуть-чуть происходит его сниму а снимут потому что мы никто не мог стать правду что у него происходит регионе и вот мы можем получить если что вот пожалуйста хабаровск пример поэтому я считаю что самому руководству любого региона важно иметь оппозиционных людей внутри региона чтобы они им сообщали что плохого происходит находить положительных и общаться с ними убирать из своего из своего круга тех которые тебе ничего теплого не привносит жизнь ценить своих близких с которым ты проводишь очень мало времени в обычном режиме а тут выясняется что с тобой живет человек он интересный глубокий мир который тебя наполняет вот эта любовь и потом его отдавать если ты через себя пропускаешь она будет дальше эти раскручиваться метаболизм если ты любой забыл никому не отдал она тебя внутри начнет распирать и все